30 лау, 35 лау сейчас тупо в никуда нахуй. BMW 2002 Turbo. Где 20 кузов? Согласится. Ну что ж, ребят, как видели, я себе приобрёл новую BMW S-Evento, которая стоит 30 миллионов, я за неё дал, 35 даже миллионов. Если в монеты переводить, то есть, ну, я не знаю, переплатил или нет, потому что монеты сейчас придут минимум за 2000 рублей. То есть, если я бы скупал монеты, мне бы эта машина обошлась в 50 миллионов рублей. А так я купил у своего товарища за 35 миллионов рублей. Ну, а так тачка реально прикольная, интересная. Я вам, когда делал обзор на неё, я вам говорил, что я хочу себе её приобрести. И сейчас мы её посмотрим, покатаемся и затюнингуем. То есть, сделаем полный тюнинг. Да, понятное дело, что это старая BMW, которая похожа на Жигули. Но, пацаны, эта тачка реально для любителей, для коллекционеров, таких как я. Год, цена у неё 8 миллионов рублей. Это, кстати, очень даже хорошо. Её можно занизить, можно поставить развалы. Поэтому, машинка, я думаю, получится интересная. Сейчас мы поедем в моё С-100, ребятки. И полностью её затюним. Мы сейчас сюда вбухаем просто очень много денег. Наверное, около 10, либо 15 миллионов. Потому что, реально, ГОСК у неё большая. И придётся очень хорошо так потратиться. Поэтому, я надеюсь на ваши лайки, ребятки. Ставьте лайки, там, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, нравится ли вам данный автомобиль. Как я и сказал, то, что Бэха старая похожа на Жигули. И, возможно, именно из этого я её купил. То есть, приборка старая, такая вообще древняя. Вот такие вот приборы. Вот такая вот ручка переключения. То есть, тачка, реально, такая культовая, старая. Так, ребятки, заезжаем. Самое просто лучшее. Крутое. Чёткое СТО. Именно в Арзамасе. Моя СТОшечка. Залетаем просто. И сейчас будем наводить жёсткий марафет. Жёстко будем её тюнить. Давайте начнём именно с чипа, там, сигнализации и так далее. Так, чип на неё стоит 2,8. Так, получается... Блядь. Сигнализацию поставили. Антирадар ставим. Топливный бак 2,2 миллиона. Нормально. Пойдёт, пойдёт. И что мы делаем дальше? Теперь тюнинг. Давайте сделаем фары. Ну, ладно, давайте такие фары поставим. В принципе, без разницы, я думаю. Клиренс, блядь. 5 просто. Похуй вообще. Ой, как лягла. Ой, как лягла моя маленькая. 2 миллиона. Улетает просто. Просто я вот такие бабки в неё кладу. Это, пацаны, пизда просто. Так, развал. Так, передний развал. Конечно же, делаем. Задний развал. Конечно же, тоже делаем. Но белая тоже такая, знаете, типа акула такая. Чисто акула, ебать. Бля, я не знаю. Либо вот эти поставить. Может, вот эти реально поставить. Либо эти. Сейчас мы ещё тонировочку сделаем. Так, тонировочка. Ты где? Так, вот тонировочка. На 9 месяцев. Ебать, она бодро, кстати, тулит. Чекайте, какой-нибудь разгон просто. Да, реально рвёт трусы, пацаны. F90, да, ебать. Без нетройсика даже. Сейчас её выебим просто. Пошла просто. Пошла, ебать. Дал, дал, ушёл. Ебать, она разгоняется. Реально, очень быстро. 15 миллионов у нас ушло. Вы 100, понимаете. 15 миллионов ушло. Так, изменить тонировку. Лобовое стекло. 15 процентов. Конечно же. Изменить тонировку. Передние стёкла. 15 процентов. Ебать, я на тюнинг въебал просто 17 ламов где-то. Это прям очень много, ребята. Надо будет сюда не тросик ещё поставить. Бак у неё, кстати, 150 литров. Это хорошо. Год, цена 8 миллионов. То есть, я вот не знаю. Либо четвёрочки поставить. Либо поставить пятёрочки. Ну, мне кажется, четвёрки здесь будут нормально смотреться. То есть, четвёрочки, я думаю, прям можно сюда смело поставить. Бля, ну прикольно. Прикольно, кстати, смотрится. Сюда ещё неончик, не тросик. И вообще будет пушка. Сюда ещё неончик. Сюда ещё неончик. Получаются сутки, как я купил этот автомобиль. И я кое-что приобрёл для него интересненькое. Если мы зайдём в инвентарь, мы увидим то, что у меня есть неон однотонный. И я хочу поставить сюда на этот автомобиль неон. Да, не тросика пока что нету. Он стоит 40 миллионов. А у меня пока что таких как бы денег нету. Поэтому пока что будем без не тросика. Но неон мы сюда уже поставим. Самый конец не ставим. И здесь будет неоновая подсветка. И теперь самое сложное это выбрать неон. Я вот не знаю просто, какой сюда неон поставить. Ребята, напишите в комментариях, какой бы вы сюда поставили неон. Я не знаю просто. Ну красный тоже банально, пацаны. Это уже просто банально и смешно. Потому что у меня почти на всех машинах всегда был красный неон. Ну не знаю, не знаю. Зелёный тоже как-то странно будет. Фиолетовый под BMW M5 и F90 мою. Честно не знаю просто. У меня нету идеи даже. Жёлтый. Ну как бы жёлтую машину можно сделать. Фиолетовый на самом деле неплохо сочетается с белым. Как по мне. То есть реально неплохо. Блядь, очень сложно определиться, ребята. Очень сложно определиться. Я честно даже сам не знаю на самом деле какой цвет просто выбрать. Ладно, не знаю, правильно я сделал или нет. Надеюсь то, что правильно. Поэтому нажимаем подтвердить. Просто ну я не знаю честно какое было поставить. То есть белый я не хотел ставить. Потому что белый это самый наверное унылый и неинтересный цвет леона. Как я считаю. Ну что ж ребятки. Что я по итогу могу сказать по данному автомобилю. По скорости, по управлению тачка реально классно. То есть разгоняется очень быстро. Максималка у неё 219 на первом чипе. Какие у неё минусы? Я нашёл два минуса. Точнее один наверное минус. Это то, что она не проработана. Ни под капотом, ни в багажнике. То есть если мы посмотрим. Вот даже от первого лица. То здесь пиздец ребята. Здесь просто картинка и всё. То есть здесь почему-то ничего не проработано. Хотя было бы на самом деле хорошо. Если бы они проработали и багажник. И под капотом и пространством. Напишите в комментариях. Какой бы вы поставили неон. Нравится ли вам данный автомобиль там и так далее. То есть ну мне нравится. Выглядит реально прикольно. Необычно. Тем более это не какая-то там современная BMW. Это реальная история. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Вся информация есть в описании под видео. Всех обнял приподнял. Всем пока-пока.